Поистине вся хвала принадлежит Всевышнему Аллаху, мы восваляем Его, обращаемся к Нему и просим Его прощения. Мы прибегаем ко Всевышнему Аллаху от зла наших душ и наших греховных дел. Никто не собьет с прямого пути того, кому Всевышний Аллах даровал Его, и никто не наставит на прямой путь того, кого Он оставил в заплуждении. Я свидетельствую, что нет божества, кроме единого Аллаха, у которого нет сотоварища. И я свидетельствую, что Мухаммад – его раб и посланник. О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада так же, как Ты благословил Ибрагима и семейство Ибрагима во всех мирах, ибо Ты восхваляемый и прославляемый. О Аллах, пошли благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада так же, как Ты послал их Ибрагиму и семейству Ибрагима во всех мирах, ибо Ты восхваляемый и прославляемый. Это девятнадцатый урок из цикла, в котором мы разъясняем книгу «Смягчение сердец» из сборника достоверных хадисов имама Абу Абдилляха Мухаммада ибн Исмаиля Аль-Бухари. Да смилуется над ним Аллах. Сегодня вторник первого числа месяца Раджа, 1441 года по хиджри, что соответствует 25 февраля 2020 года. Мы дошли до главы под названием «Надежда и их продолжительность». Но несколько наших студентов, сидящих на наших уроках, а также тех, кто не приходит, но со мной знакомы, попросили меня научить их тому, как готовиться к проповеди или уроку, а также тому, как научиться извлекать пользу из хадисов посланника Аллаха, алейхи салату ассалям. Эта проблема знакома мне уже давно. Я встречал многих, кто в своих наставлениях, пятничных проповедях и лекциях обучал людей тому, как мы должны читать хадисы и как извлекать несколько полезных уроков из одного хадиса. И это на самом деле очень важно. Большинство людей полагает, что каждое законоположение должно иметь прямой довод. То есть, каждое законоположение в шариате – дозволенное, запретное, разрешенное, нежелательное. Существует пять законоположений. К приказам относятся обязательное, желательное и разрешенное. К запретам же относятся нежелательное и запретное. Каким образом мы понимаем, на что именно указывает шариатский текст? Может ли один текст содержать в себе указание на более чем одно законоположение? Конечно же, может. Но мало кто способен это понять и увидеть. Мы обучились этому у выдающихся ученых хадисоведения. Имам Бухари приводит один и тот же хадис в нескольких главах. Например, первый хадис в этом его сборнике «Поистине дела оцениваются по намерениям». Бухари, да помилует его Аллах, приводит в семи разных главах. И в каждой главе его смысл раскрывается по-разному. Этот хадис содержит основу всех законоположений. Все дела оцениваются по намерениям. Приблизиться к Аллаху можно только посредством правильного намерения, в отличие от мирских дел. Нельзя приблизиться к Всевышнему Аллаху, занимаясь только мирскими делами. Но все дела, которые приближают человека к Аллаху, должны совершаться с правильным намерением. Этот хадис относится практически ко всем шариатским законоположениям, а не только к тем вопросам, о которых говорится в семи главах сборника. Я постарался выбрать хадис, соответствующий главе надежды и их продолжительность, которые мы сейчас изучаем. Он содержит множество полезных уроков и затрагивает проблему несбыточных надежд. Одновременно с этим я покажу, как извлекать несколько выводов из одного текста. Я выбрал хадис, который имам Бухари приводит в десяти главах своего сахиха. Где-то в полной версии, а где-то в сокращенной. Я приведу вам его полную версию. На примере этого хадиса я покажу вам, как в одном тексте может содержаться несколько тем, и как извлекать несколько полезных выводов из одного хадиса. Практически каждый из нас знает этот хадис. Но, возможно, кому-то он еще не знаком. Это очень интересный хадис, и я много раз разъяснял его на своих уроках. Я решил прочитать его, вместо того, чтобы рассказывать его по памяти. Я знаю этот хадис наизусть, и рассказывал его уже много раз, но я боюсь упустить некоторые важные детали из текста. Поэтому я зачитаю вам этот хадис, и в ближайшие дни, по воле Аллаха, я разъясню вам, как делать выводы из шариатского текста. Это поможет нашим братьям, которые ведут пятничные проповеди. Мне известно из своего опыта и опыта наших братьев, что подготовка к пятничной проповеди может стать для имама несколько затруднительной. После проповеди он отдыхает несколько дней, а затем начинает беспокоиться о том, какую тему выбрать для следующей хутпы. Особенно, если его работа – вести все пятничные проповеди, и он хочет не просто подняться на мимбар и сказать несколько слов, исполнив свою обязанность, а хочет, чтобы его проповеди были полезны. Я прошу наших братьев, которые ведут пятничные проповеди, подходить к этому ответственно, обращаться к людям так, чтобы ваши слова достигали их сердец. Не нужно быть теми, кто поднимается на мимбар и просто разговаривает. За эти 10 или 15 минут можно произнести прекрасную проповедь, которая пойдет на пользу присутствующим. Как было сказано ранее, Бухари передал этот хадис в 10 главах своего сборника. И эта версия самая длинная из всех 10. В этом хадисе говорится о покаянии Кааба ибн Малика, да будет доволен им Аллах, который не отправился в поход на Табук. Бухари, да помилует его Аллах, сказал, «Передал Яхья ибн Букейр». Яхья ибн Абдиллах ибн Букейр – это один из учителей имама Бухари из Египта. Передал Лейз ибн Саад, известный имам жителей Египта, от Уукайла ибн Халида, от Ибн Шихаба – Мухаммад ибн Муслим ибн Шихаб ас-Зухри, от Абдуррахмана ибн Абдиллаха ибн Кааба ибн Малика, что Абдуллах ибн Кааб ибн Малик, то есть сын Кааба ибн Малика, да будет доволен им Аллах, который стал для него поводырём, после того, как он ослеп в последние годы своей жизни, Абдуллах ибн Кааб ибн Малик сказал, «Я слышал рассказ Кааба ибн Малика о том, как он остался дома во время похода на Табук. Кааб сказал, «Я не пропустил ни одного военного похода посланника Аллаха, аляхи салату ассалям, за исключением похода на Табук. Впрочем, я не был с ним и во время битвы при Бадре, однако тогда за это никого не осуждали, поскольку посланник Аллаха, аляхи салату ассалям, выступил из Медины вместе с мусульманами только для того, чтобы захватить торговый караван курайшитов». Аллах свел их с врагами, с которыми они не договаривались встретиться. Я был вместе с посланником Аллаха, аляхи салату ассалям, в ночь Акабы, когда мы дали клятву на верность Исламу. И я бы не променял Акабу на битву при Бадре, несмотря на то, что битва при Бадре пользуется среди людей большей известностью. В день, когда я не отправился вместе с посланником Аллаха, аляхи салату ассалям, в поход на Табук, я был столь силённый и хорошо обеспечен, как никогда. Клянусь Аллахом, до этого я никогда не имел двух верблюдец. Но на момент этого похода они у меня были. Сам же посланник Аллаха, аляхи салату ассалям, желая выступить в поход против кого-либо, скрывал свои истинные намерения, показывая, что собирается отправиться в другую сторону. Так было и на сей раз до тех пор, пока не настало время этого похода, в которой посланник Аллаха, аляхи салату ассалям, выступил в страшную жару, и в котором его ждали дальний путь, безводная пустыня и множество врагов. Поэтому он разъяснил мусульманам суть дела, чтобы они могли подготовиться к этому походу. А потом объявил им, куда именно он хочет направиться. С ним было так много мусульман, что количество их не поддавалось учёту. Те, кто не хотел отправляться в поход, считали, что об этом никто не узнает. Однако так продолжалось только до тех пор, пока о таком-то человеке не ниспосылалось откровение от Аллаха. Посланник Аллаха, аляхи салату ассалям, выступил в этот поход в то время, когда плоды уже созрели, а деревья давали приятную тень, которая манила меня к себе. Посланник Аллаха, аляхи салату ассалям, вместе с другими мусульманами готовился к этому походу. Также я начал выходить из дома по утрам, чтобы начать подготовку с ними. Однако возвращался, так ничего и не сделав, говоря, «Я смогу сделать это, если захочу». Я так и продолжал поступать таким образом, пока другие серьёзно готовились к походу. В конце концов, посланник Аллаха, аляхи салату ассалям, утром двинулся в путь вместе с другими мусульманами. А я к этому дню так ничего и не сделал. Тогда я снова вышел утром и вернулся, ничего не сделав. И пока я продолжал в таком же духе, участники похода, которые двигались быстро, успели уйти уже далеко, а я решил двинуться в путь и догнать их. Ах, если бы мне удалось сделать это. Однако это не было мне суждено. И когда после отъезда посланника Аллаха, аляхи салату ассалям, я выходил из дома, меня всегда огорчало то, что я не видел вокруг себя никого, кроме тех, кого обвиняли в лицемерии, или же тех слабых, которых оправдал Всевышний Аллах. Посланник Аллаха, аляхи салату ассалям, так и не вспоминал обо мне, пока не достиг табука. А когда он уже находился там и сидел в окружении людей, он спросил, «А что сделал Кааб ибн Малик, один человек из племени Бану Салима?» Сказал, «Его задержали две его одежды и его высокомерие, о посланник Аллаха». Тогда Муаз ибн Джабальда, будет доволен им Аллах, сказал, «Ты не прав. Клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, мы видели от него только добро». Но посланник Аллаха, аляхи салату ассалям, так ничего и не ответил. Кааб ибн Малик сказал, «А когда я узнал о том, что посланник Аллаха, аляхи салату ассалям, уже возвращается из табука, я почувствовал угрызение совести и стал придумывать ложные оправдания, говоря себе, как сделать так, чтобы он на меня не злился? Я стал обращаться за советом к каждому мудрому члену своей семьи. Когда же люди стали говорить, что посланник Аллаха, аляхи салату ассалям, уже почти в Медине, лукавство покинуло меня. И я понял, что ложью мне ни за что не спастись от его гнева. Я решил сказать правду. Утром посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи салям, вернулся в Медину. Когда он возвращался после какой-нибудь поездки, то обычно сразу приходил в мечеть, совершал молитву в два раката, а потом сидел там с людьми. И когда он сделал все это, к нему явились люди, оставшиеся в Медине, которые принялись оправдываться, подкрепляя свои оправдания клятвами. Таких набралось более 80 человек. Он принял их клятвы и оправдания, обратился к Аллаху с мольбой о том, чтобы он простил их, и не стал судить о том, что они утаили в сердцах. А потом к нему подошел я. И когда я поприветствовал его, он улыбнулся как человек, который скрывает свой гнев, и сказал, «Подойди». Когда же я подошел ближе и сел перед ним, он спросил меня, «Что заставило тебя остаться? Разве ты не купил верблюдов?» Я сказал, «О посланник Аллаха, клянусь Аллахом, если бы я сейчас сидел перед любым другим человеком, то думаю, что смог бы сочинить оправдание и избежать его гнева, ибо я умею красиво разговаривать. Но клянусь Аллахом, я понял, что если сегодня я солгу тебе, а ты поверишь мне, то Аллах все равно сделает так, что уже скоро ты разгневаешься на меня. Если же я скажу тебе правду, ты разгневаешься на меня за это уже сейчас, но я надеюсь, что за это всемогущий, великий Аллах возместит мне добром в будущем. Клянусь Аллахом, нет у меня никаких оправданий. Я был силен и обеспечен, как никогда, в тот день, когда я остался». Тогда посланник Аллаха, алейхиссалату ассалям, сказал, он сказал правду, «Вставай же и жди, пока Аллах не примет о тебе решение». Я встал, и ко мне устремились люди из племени Бану Салима, которые последовали за мной и стали говорить мне, «Мы не видели, чтобы ты раньше грешил, а сейчас ты отказался искать себе оправдание перед посланником Аллаха, алейхиссалату ассалям, так же, как это сделали другие оставшиеся». Хотя посланник Аллаха, алейхиссалату ассалям, мог помочь тебе искупить твой грех, обратившись к Аллаху с мольбой о твоем прощении, они все продолжали так сильно меня упрекать, что в конце концов мне захотелось вернуться к посланнику Аллаха, алейхиссалату ассалям, и сказать ему, что я все напутал. Но потом я спросил их, «А случилось ли еще с кем-нибудь то же, что и со мной?» Они сказали, «Да». Еще двое сказали то же, что и ты. Им было сказано то же самое, что и тебе. Я спросил, кто же эти двое? Мне ответили, это Мурара ибн Раби'а аль-Амри и Гилляль ибн Умайя аль-Ва'кифи. Это были имена двух праведных людей, принимавших участие в битве при Бадре. Поэтому я решил, что мне следует брать с них пример. И после того, как они назвали мне их имена, я решил ничего не менять. Затем посланник Аллаха, алейхиссалату ассалям, запретил людям разговаривать только с нами трюмя из всех, кто остался в Медине и не отправился в поход. Люди стали сторониться нас, и даже земля, на которой я жил, стала для меня неузнаваемой, ибо это была не та земля, которую я знал прежде. В подобном положении мы провели 50 дней. Два моих товарища проявили смирение, сидели у себя дома и плакали. Я же был моложе и сильнее их. Поэтому я выходил из дома, принимал участие в молитвах вместе с другими мусульманами и ходил по рынкам. Но со мной никто не разговаривал. Я подходил к посланнику Аллаха, алейхиссалату ассалям, приветствовал его, когда он сидел среди людей после молитвы, и спрашивал себя, пошевелил ли он своими губами в ответ на мое приветствие или нет. А потом я молился рядом с ним, украдкой посматривая на него. Я подходил к посланнику Аллаха, алейхиссалату ассалям, приветствовал его, когда он сидел среди людей после молитвы и спрашивал себя. Извините. Это одна из тяжелых тем для меня. Особенно, когда речь идет о посланнике Аллаха, саллиллаху алейхиссалям. Я спрашивал себя, пошевелил ли он своими губами в ответ на мое приветствие или нет. Я молился рядом с ним, украдкой посматривая на него, и когда я был занят молитвой, он смотрел на меня. Когда же я поворачивался в его сторону, он отворачивался. Однажды, когда уже прошло длительное время с того дня, как мусульмане начали меня сторониться, я вышел из дома и шел, пока не добрался до ограды сада Абу-Катады, моего двоюродного брата, которого я любил больше всех людей. Забравшись на эту ограду, я поприветствовал его, но он не ответил на мое приветствие. Тогда я спросил его, «О Абу-Катада, заклинаю тебя Аллахом, скажи, разве ты не знаешь, что я люблю Аллаха и его посланника, саллиллаху алейхи вассалям?» Он промолчал. А я снова стал заклинать его Аллахом, но он промолчал снова. Я еще раз повторил свои слова. И на этот раз он сказал, «Аллах и его посланник знают об этом лучше». Тогда из моих глаз потекли слезы, и я вернулся снова, перебравшись через ограду. Некоторое время спустя, проходя по рынку Медины, я вдруг услышал, как один из селян Шама, из тех христиан, что привозили в Медину продовольствия на продажу, спрашивает, «Кто отведет меня к Каабу ибн Малику?» Люди указывали ему на меня. И когда он подошел ко мне, он протянул мне послание от правителя Гассанидов. Я был писцом и прочел это послание. Оказалось, что в нем было сказано, «До нас дошло, что твой друг стал чуждаться тебя. Однако Аллах не допустит того, чтобы с тобой так обращались и ущемляли твои права. Присоединяйся же к нам, и мы тебя утешим». Прочитав это послание, я сказал себе, «Это такое же испытание». После чего подошел к печи и бросил его в нее. Откровение Аллаха все не приходило. А когда прошло 40 дней из 50, ко мне неожиданно явился посланец от посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям, который сказал, «Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, велит тебе не приближаться к твоей жене. Я спросил, я должен развестись с ней? Или мне надо поступать как-нибудь иначе? Он сказал, нет, просто сторонись ее и не приближайся к ней». К двоим моим товарищам пророк, саллиллаху алейхи ва салям, послал посланца с тем же велением. И тогда я сказал своей жене, «Отправляйся к своим родителям до тех пор, пока Аллах не вынесет свое решение по этому делу». Кааб сказал, а потом к посланнику Аллаха, алейхи саляту вассалям, пришла жена Хилляля ибн Умайи, которая сказала ему, «О, посланник Аллаха, Хилляль ибн Умайя – беспомощный старик, за которым некому ухаживать. Будет ли это плохо, если я поухаживаю за ним?» Он ответил, нет, ты можешь ухаживать за ним, но он не должен приближаться к тебе. Она сказала, он ни в чем таком и не помышляет. И с тех пор, как это началось, он только и делает, что плачет. После этого один из членов моей семьи сказал мне, почему бы и тебе не обратиться к посланнику Аллаха, алейхи саляту вассалям, с просьбой разрешить твоей жене прислуживать тебе? Ведь он разрешил делать это жене Хилляля ибн Умайи. Я ответил, что не стану обращаться к посланнику Аллаха, алейхи саляту вассалям, с такой просьбой, ибо не знаю, что посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, скажет на это. Ведь я еще молод. Я продолжал так жить еще десять ночей, пока не прошло уже пятьдесят ночей с тех пор, как людям было запрещено с нами разговаривать. А после того, как на исходе пятидесятой ночи я совершил утреннюю молитву на крыше одного из наших домов и сидел там, пребывая в том состоянии, о котором упомянул Всевышний Аллах, и душа моя сжималась, а земля казалась тесной, несмотря на ее обширность, я неожиданно услышал голос человека, который забрался на гору Саля, и оттуда во весь голос кричал «О, Ка'б ибн Малик, радуйся!» Услышав это, я склонился в земном поклоне, так как понял, что испытание закончилось. И действительно, оказалось, что во время утренней молитвы посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, объявил о том, что великий и всемогущий Аллах принял наше покаяние. После чего люди поспешили донести до нас эту радостную весть. Некоторые из них направились к двум моим товарищам. А ко мне поскакал всадник. Но ко мне поспешил также и другой человек из племени Асля, который взобрался на гору, и его голос оказался быстрее коня. А когда тот человек, голос которого я услышал, сам пришел ко мне с этой радостной вестью, я снял с себя обе свои одежды и надел их на него в знак благодарности. Клянусь Аллахом, в то время у меня ничего другого из одежды не было. И поэтому я одолжил две одежды, надел их, и отправился к посланнику Аллаха, алейхи салату ассалям. А по пути люди встречали меня толпами, поздравляя меня и говоря мне, поздравляем тебя с тем, что Аллах принял твое покаяние. Войдя в мечеть, я увидел посланника Аллаха, алейхи салату ассалям, сидевшего там в окружении людей. Тальха ибн Убейдиллях встал со своего места, поспешил ко мне и стал пожимать мне руку и поздравлять меня. Никто из мухаджиров, кроме него, не встал. И я никогда не забуду этого тальхи. После того, как я поприветствовал посланника Аллаха, алейхи салату ассалям, он сказал, «Радуйся лучшему из дней твоих с тех пор, как мать твоя родила тебя». И лицо его при этом сияло от радости. Я спросил, «Это от тебя, у посланника Аллаха, или же от Аллаха?» На что он ответил, «Нет, это от Аллаха». Когда посланника Аллаха, алейхи салату ассалям, что-нибудь радовало, лицо его светилось и становилось подобным кусочку луны. Нам всем это было хорошо известно. Сев перед ним, я сказал, «О посланник Аллаха, в знак благодарности за то, что мое покаяние было принято, я хочу раздать все свое имущество бедным ради Аллаха и его посланника». Посланник Аллаха, алейхи салату ассалям, сказал, «Оставь часть его себе, так будет лучше». Тогда я сказал, «Я оставлю за собой мою долю хайбара». Я также сказал, «О посланник Аллаха, Аллах спас меня только благодаря тому, что я сказал правду, и в знак благодарности за то, что мое покаяние было принято, я до самой смерти не буду говорить ничего, кроме правды». И клянусь Аллахом, с тех пор, как я сказал это посланнику Аллаха, алейхи салату ассалям, я не слышал о том, чтобы Всевышний Аллах оказал бы кому-либо из мусульман такую же великую милость, какую Он оказал мне. С тех пор, как я сказал это посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи салям, и до сего дня я ни разу не солгал. И я надеюсь, что Всевышний Аллах упасет меня от этого и в дальнейшем. Всевышний Аллах ниспослал своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, эти аяты. Аллах принял покаяние пророка и мухаджиров и ансаров. И до слов, и будьте вместе с правдивыми. После того, как Аллах указал мне путь к исламу, наибольшим благодеянием, которое Он оказал мне, стало то, что я был правдив с посланником Аллаха, алейхи саляту ассалям, и не солгал ему. Ведь я бы погиб, как погибли те, кто солгал. В неспосланном откровении Всевышний Аллах высказал солгавших так, как Он не говорил ни о ком прежде. Они станут клясться вам Аллахом, когда вы вернетесь к ним. И до слов, Аллах не будет доволен нечестивыми людьми. Кааб сказал, нас троих бойкотировали, в отличие от тех, клятвы которых посланник Аллах, алейхи саляту ассалям, принял и из-за которых он просил прощения у Аллаха. Посланник Аллаха, алейхи саляту ассалям, откладывал решение нашего дела, пока Сам Всевышний Аллах не принял решение по нам. Всевышний Аллах сказал, и Он обратился и к тем троим, которые были оставлены. Упоминание о том, что мы были оставлены, говорит не о том, что мы остались в Медине, а о том, что Пророк, салли Аллаху алейхи салям, оставил нас, отложив решение нашего дела, в отличие от тех, кто клялся ему, и оправдывался перед ними, и чьи оправдания он принял. Прекрасный хадис, который охватывает более ста тем. По мере своих возможностей, я постараюсь разъяснить вам уроки из этого хадиса. Конечно же, если человек владеет более глубокими знаниями, он сможет найти в этом хадисе даже больше полезных уроков. Этот хадис рассказал нам Кааб ибн Малик, да будет доволен им Аллах, и он о том, как он не отправился в поход на Табук. Этот поход был предпринят потому, что Иракли и христиане Шама планировали нападение на посланника Аллаха на севере от Медины. Расстояние между Мединой и Табуком достаточно большое. В самом Табуке посланник Аллаха пробыл от 19 до 21 дня. Мусульманам предстояло пересечь длинный путь по пустыне в сильный зной. Иногда пустыню называют мафаза. Это слово произошло от корня фаза, что означает «побеждать». В этом красота арабского языка, когда что-то имеет название, противоположное своей сути. Ведь если кто-то потеряется в пустыне, он погибнет. Поэтому арабы, надеясь на победу над пустыней, дали ей такое название. Человек, который не знаком с пустыней, непременно потеряется и погибнет. Особенно, если пустыня большая. Поэтому посланник Аллаха, во время своего переселения в Медину нанял проводника. Этот проводник не был мусульманином, но был надежным человеком. Обращаться за помощью к неверующему можно только в том случае, если он является надежным. Если же этому человеку нельзя доверять, то просить его о помощи запрещено. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, отправился в долгий путь по огромной пустыне. Стояла осень, когда зреют плоды, а тень обретает приятную прохладу. В это время людям хочется отдыхать в своих домах, особенно тем, кто ждет, пока созреет их урожай, чтобы продать его и получить прибыль. В таких обстоятельствах мусульмане готовились к походу на табук, последнему походу, в котором участвовал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. После этого он больше не принимал участия ни в одном походе. И так стояла ужасная жара. И кто-то даже сказал, не отправляйтесь в такую жару. В это время года в Медине и Мекке такой палящий зной, что едва ли кто-либо может выдержать его. А сподвижники жили в таком климате. Они и воевали в такую погоду, и просто занимались своими повседневными делами. Однажды ко мне пришел человек и сказал, «Правда, что Аллах предписал совершать хадж только один раз?» Я ответил, «Да». Он сказал, «Я обещаю, что никогда больше не поеду в хадж». С чего это такие обещания? Он сказал, «Я там едва не умер от жары». В этом и была вся причина. Хотя сегодня кругом кондиционеры, даже в долине Мина есть все условия, чтобы людям было легче переносить жару. Но сподвижники жили в таком климате. И, несмотря на эту жаркую погоду, сражались с врагами, выполняли свои повседневные дела и занимались поклонением Всевышнему Аллаху. Равных этим людям не было во всей истории человечества, и нет до сих пор. И, может, и не будет до тех пор, пока не придет конец всей этой жизни. Мы должны следовать по их стопам. Это поколение мусульман – самый лучший пример для нас. Они следовали исламу не просто на словах, а открыто его практиковали. Их жизнью был ислам. И это отражалось во всех их делах. Возможно, в этом хадисе мы найдем еще много таких примеров. Итак, палящий зной, огромная пустыня, созревают плоды, и деревья дают приятную тень. Но ничего из этого не мешало сподвижникам повиноваться Всевышнему Аллаху и его посланнику, алейхиссалату вассалям. Если им было приказано что-либо, они беспрекословно выполняли приказ. Повиновение и покорность Аллаху были главным правилом их жизни. Каб ибн Малик был одним из великих сподвижников, который до принятия ислама занимал высокое положение в обществе. Поэтому-то правитель Гассанидов и отправил ему послание, в котором говорилось «До нас дошло, что твой друг стал чуждаться тебя. Однако Аллах не допустит того, чтобы с тобой так обращались и ущемляли твои права». То есть, ты не такой, ты король. Ты не должен подчиняться приказам. Твой друг, ради которого ты принял ислам, поступает с тобой таким образом? Нет-нет-нет, это неприемлемо. Присоединяйся к нам, вернись к христианству, которое ты исповедовал ранее, и твоя прежняя власть вернется к тебе. Каб сказал, «Это такое же испытание». Было достаточно того, что уже произошло с ним. Воля человека в такой ситуации может сломаться. Каб был очень огорчен, он был в отчаянии. Многие, кто находился в таком состоянии, принимают ужасные, непоправимые решения. Например, самоубийцы. Почему они решают убить себя? Ведь известно, что для человека нет ничего дороже собственной жизни. В момент, когда человек решает покончить жизнь самоубийством, он как будто бы слеп. Один молодой парень, выпускник инженерного колледжа, был очень хорошим человеком. Он поднялся на вершину Каирской телебашни и спрыгнул оттуда. Я сам видел, как он прыгнул. Настолько ничтожной для него стала его собственная жизнь. С самого верха этой телебашни виден весь Каир. Это самое высокое место во всем Каире. Настолько легко он расстался со своей жизнью. Это поведение слепого человека. В трудный момент жизнь для него утратила свою ценность. Каким бы ни было его испытание, он принял решение покончить жизнь самоубийством. Мужество человека и сила его веры проверяются, если можно так выразиться. в моменты испытаний и разочарований. Каабу ибн Малику пришлось пройти через серьезные испытания. Земля, на которой он жил, стала для него неузнаваемой. Люди, которые его окружали, стали чужими для него. Посланник Аллаха, алейхиссалатуассалям, изолировал от них все общество. А их оставил, как есть. Сегодня же люди делают наоборот. Изолируют от общества преступника и садят его в тюрьму. Но посланник Аллаха, алейхиссалатуассалям, сделал наоборот. Он изолировал общество. Ибо общество следовало принципу «услушаемся и повинуемся». Сегодня все мы находимся в униженном положении по причине отсутствия у нас этого принципа. Мы не следуем этому ни в отношении самих себя, ни своих семей, ни детей, ни работы, ничего либо другого. Мы не повинуемся Аллаху и Его посланнику. Речь не идет о начальниках и командирах, которые могут сразу же наказать нас за невыполнение порученного дела. Мы не говорим о готовом наказании, которое мы видим перед глазами. Многие люди не представляют себе наказание Всевышнего Аллаха. Аллах предостерегает вас от самого себя. Мало кто из людей способен понять этот аят. Когда говорят «бойтесь Аллаха, сторонитесь Его гнева, страшитесь Его», люди не воспринимают это всерьез, потому что наказание наступает не сразу. Это можно объяснить на таком примере. Приготовьте печь и приведите человека. Скажите ему, мы приведем к тебе самую красивую женщину, чтобы ты совершил с ней прелюбодеяние, но после этого мы бросим тебя в эту печь. Сможет ли человек совершить прелюбодеяние, ощущая жар этой печи? Конечно же нет. Он никогда не сможет этого сделать. Почему? Потому что наказание стоит прямо перед его глазами. Но когда наказание где-то далеко, и многие люди не могут даже вообразить его тяжесть, они осознанно ослушиваются Аллаха, совершая свой грех. Большинство людей знает, что их деяние – грех. Невежество – не причина их ослушания. Особенно это относится к тяжким грехам. Всем людям известно, какие грехи самые тяжкие. И известно даже о более мелких грехах, которые тоньше волоса. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, «Благочестие есть благонравие, а грех – это то, что тревожит твою душу, и ты не желаешь, чтобы об этом узнали люди». Это твоя тайна. Ты хорошо знаешь, что тебе было бы стыдно, если бы люди узнали об этом. К этому относится все, что ты хотел бы скрыть от людей, независимо от того, является это грехом или нет. Некоторые вещи не относятся к грехам, но считаются постыдными. Некоторые поступки общество считает позорными, особенно, если они исходят от уважаемых людей. Уважаемые люди отказываются даже от дозволенного, если это негативно повлияет на их репутацию. Ранее я рассказывал вам, что однажды делал наставления студентам, изучающим шариатские науки, призывая их бросить те дозволенные вещи, в которых у них нет нужды. Это дозволенные дела, которые не относятся к запретному, но могут негативно повлиять на их репутацию. Представьте себе такого уважаемого, серьезного студента шариата, который идет играть в футбол со своими учениками, и один из них толкает его. Вы же знаете, как меняется поведение людей во время игры? Вы думаете, что они там соблюдают друг к другу спортивное уважение? Я уже рассказывал вам, как один учитель забил гол ученику, и тот сказал ему, «Ты, заблудший, не было гола, мяч не пересек линию». За что так говорить о своем учителе? Сидите на стуле и говорите им, «Сделай то, сделай это». Нет, обладатели знания должны быть уважаемы, иначе люди не прислушаются к их словам. Знание доносится посредством двух вещей, правильного довода и подходящей для этого личности. Если довод будет приводить неподходящий человек, он не принесет пользы. Обладатель знания должен быть уважаем, чтобы люди воспринимали его слова. Но слова какого-нибудь шутника, который не заслужил к себе уважения, никто не будет воспринимать всерьез. Многие дозволенные вещи ученый должен оставить. Мы говорим о дозволенном, мубах, а не о запретном. Уважаемые люди и те, кто ценят свое положение в обществе, должны сторониться всего, что бросает тень на их репутацию, не говоря уже о грехах. Одним словом, человек, который совершает запретное, знает, что это грех. Всевышний Аллах сказал, человек будет свидетельствовать против самого себя, даже если он станет оправдываться. То есть, бывает, что человек сглупил, совершил что-то и начинает оправдываться. «Как я мог так поступить? Где же была моя голова?» Нет, ты прекрасно знаешь, что с твоей головой все в порядке. Даже если он станет оправдываться, то есть, человек будет пытаться найти себе оправдание. Но каждый человек в глубине души знает, что он не прав. Таким образом, братья мои, хадис, о котором мы говорим сегодня, содержит много пользы. Я прошу наших братьев-студентов, чтобы они обратили внимание на то, что каждый хадис может содержать несколько уроков. Поэтому следует внимательно изучить каждую пользу. И искать аяты, хадисы и слова сподвижников, которые подтверждают ее. Подобно тому, как я буду делать это по ходу объяснения этого хадиса. На Кааба ибн Малика разом свалилось несколько несчастьй. Достаточно уже того, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, не был доволен его поступком. С подвижником было очень тяжело перенести подобное. Об этом свидетельствует их стремление беспрекословно исполнять приказы. Как я уже говорил, они строго следовали правилу «слушаемся и повинуемся». Поэтому я и повторяю его постоянно. Посмотрите на Абу Катаду. Кааб сказал о нем, «Он мой двоюродный брат, которого я любил больше всех людей». Абу Катада стоял в своем саду, опираясь на стену. Когда печаль Кааба достигла предела и его сердце сжалось, он подумал, что сможет поговорить хотя бы со своим двоюродным братом, со своим самым близким человеком. Он поднялся на ограду, увидел Абу Катаду и поприветствовал его. Но, как сказал Кааб, он так и не ответил на мое приветствие. Почему? Потому что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, повелел с ним не разговаривать. Сподвижники боялись Всевышнего Аллаха во всех своих делах. Ибн Умар сказал, «Во времени с послания откровения мы избегали беззаботных пустых разговоров с нашими женами. А когда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, умер, мы стали проводить время, попусту с ними болтая». Они боялись, что будет неспослано откровение, если они чрезмерно увлекутся разговорами со своими женами. Они боялись быть опозоренными, боялись, что Аллах заберет у них Коран. Сподвижники были такими. Если один из них совершал что-либо плохое, он шел к своей семье и сообщал им об этом. Но они не хотели идти с ним к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям, чтобы позор не коснулся и их. «Ты совершил, сами отправляйся». Каждый из них боялся, что о его поступках будет неспослано откровение. Сподвижники очень боялись этого. Благодать нашей жизни заключается в следовании правилу «слушаемся и повинуемся», о котором мы узнали из этого хадиса. К сожалению, многие из мусульман последовали закону иудеев, услышали и ослушались. Когда были неспосланы последние аяты суры Аль-Бакара, в которых говорится «Обнаружите ли вы то, что в ваших душах или утаите, Аллах предъявит вам счет за это». Сподвижники сразу поняли их смысл правильно, ведь они были арабами. То есть, если я в глубине души затаю желание убить человека, который поступил со мной плохо, по причине чего я очень зол на него и едва сдерживаюсь от причинения ему зла, то, согласно этому аяту, только за одно желание убить его, я буду нести ответ. Несмотря на то, что я не совершил этого, я буду нести за это ответственность. Неважно, пришло ли мне на ум выпить вино, совершить прелюбодеяние или что-либо еще, аят гласит «Обнаружите ли вы то, что в ваших душах или утаите, Аллах предъявит вам счет за это». После ниспослания этого аята сподвижники пришли к пророку, салли Аллаху, сели на колени и сказали «О посланник Аллаха, мы не осилим этого». Нам приказано совершать молитву, мы совершаем ее. Приказано выплачивать закат, мы выплачиваем. Приказано сражаться, мы сражаемся. Но этот аят превыше наших сил. Этот хадис передал муслим. Посланник Аллаха, алейхиссалатуассалям, ответил «Вы хотите сказать, мы услышали и ослушались?» Вы ведь этими словами выражаете несогласие. Услышали и ослушались. Говорите вместо этого, мы слушаемся и повинуемся. Передатчик этого хадиса Абу Гурейра, да смилуется над ним Аллах, сказал, и после этого они с легкостью произнесли эти слова. Что это означает? Это означает, что Всевышний Аллах помог им произнести эти слова. Некоторые из них не могли так легко взять на себя такое обязательство. Смысл в том, что Аллах облегчил для них произнесение этих слов. Но что же сложного в том, чтобы сказать «Слушаемся и повинуемся»? Почему Абу Гурейра сказал, что Аллах помог им их произнести? Дело в том, что это не просто слова. Это отражение того, что в сердце. Поэтому сказано, они с легкостью произнесли эти слова. Если многим мусульманам сегодня сказать, это действие Аллах вменил в обязанность, они начинают придумывать оправдание. Я не могу из-за начальника, из-за жены, из-за работы и так далее. Брат, скажи, слушаюсь и повинуюсь. Спеши выполнить приказанное. Почему ты стоишь на месте? Почему же именно в таких ситуациях ты топчешься на месте? На любой приказ Аллаха, о котором он сказал в своей книге или достоверно передал через своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует, отвечай «Слушаюсь и повинуюсь». А затем старайся по мере своих сил. Даже если тебе тяжело, даже если ты сможешь выполнить только часть, Всевышний Аллах облегчит тебе все остальное. Всевышний Аллах окажет тебе поддержку, равную степени твоей покорности Ему. Если в твоем сердце будет 20% покорности, Аллах даст тебе 20% поддержки и так далее. Соответственно, когда ты будешь на 100% повиноваться Аллаху, Он будет на 100% поддерживать тебя и помогать тебе выполнять Его повеления. Ведь люди и джинны будут препятствовать тебе. Они хотят навредить тебе и не дать тебе благополучно предстать перед Всевышним Аллахом. Тебе и в голову не придет, что шайтаны из числа людей и джиннов стоят на твоем пути. Это тотальная легкомыслие. Твой путь ко Всевышнему Аллаху полон шайтанов, людей и джиннов. Ты должен быть очень внимательным к этому. Чтобы быть покорным Всевышнему Аллаху, твое сердце должно быть наполнено любовью к Нему. Абу Хурей рассказал, они с легкостью произнесли эти слова. То есть, им это не оказалось трудно. Как и слова «ля илях илляллах» перед смертью. Сможет ли человек, который провел всю жизнь, совершая грехи, сказать «ля илях илляллах» перед смертью? Клянусь Аллахом, он сможет произнести эти слова только в том случае, если они были его девизом при жизни. Всевышний Аллах не спослал Коран, чтобы он предостерегал тех, кто жив. Мы же читаем его умершим. Какую пользу получат умершие от нашего чтения Корана? Если они не жили в соответствии с ним. Но если же они жили в соответствии с ним, то сказать «ля илях илляллах» перед смертью им будет легко. Эти слова очень легкие. Но перед смертью они становятся тяжелее гор. Человек, который не жил в соответствии со словами «ля илях илляллах», не сможет с легкостью произнести их перед смертью. Будет уместно упомянуть Саида ибн Мусаиба, одного из выдающихся последователей сподвижников. Один человек пришел к нему, когда он находился на смертном адре, и стал повторять «скажи «ля илях илляллах», «скажи «ля илях илляллах». Саид предупредил его «если я молчу, то не говори мне ничего». Если я сказал «ля илях илляллах» и не говорил ничего после этого, оставь меня. Тот, чьими последними словами будут «ля илях илляллах», войдет в рай. Поэтому он и молчал после того, как я их произнес. Если многократно повторять человеку «скажи «ля илях илляллах», у него может начаться паника. Зачем повторять это? Если он произнес «ля илях илляллах» и не произносил ничего после этого, оставьте его в покое до тех пор, пока он не начнет говорить о чем-то другом. Следующая история наглядно демонстрирует то, как Аллах облегчает слова «ля илях илляллах» тем, кто жил в соответствии с ними. Абузур'а Ар-Рази, Убайдуллах ибн Абдель-Карим, был одним из знатоков хадисов. Он и Абу Хатим Ар-Рази были кузенами. Когда умер Абу Зур'а, Абу Хатим сказал, «Я не видел никого, кто превзошел бы Абу Зур'у в этом деле». Ему не было равных в знаниях хадисов и исследовании. Итак, следующая история является достоверной и передается по нескольким цепочкам. Когда я прочитал эту историю, то изучил цепочки передатчиков, чтобы убедиться в ее достоверности. Когда Абу Зур'а заболел и находился на смертном адре, Мухаммад ибн Муслим ибн Варра, один из знатоков хадисов, сказал Абу Хатиму, «Пойдем к Абу Зур'а, чтобы помочь ему произнести слова свидетельства». Абу Хатим ответил, «Мне стыдно перед Аллахом напоминать Абу Зур'а о произнесении этих слов». Он сказал, «Мы должны пойти к нему. Но мы не будем подсказывать, мы упомянем при нем хадис, в котором есть слова «Ля Илях Илля Аллах». Тогда он услышит их и не подумает, что мы пришли ему помогать их произнести». Они пришли к Абу Зур'а, когда он уже был при смерти. И Мухаммад ибн Варра сказал, «Передано от такого-то». Далее он перечислил цепочку передатчиков. Со слов Муады ибн Джабеля, что посланник Аллаха, алейхи салату ас-салям, сказал, тот, чьими последними словами будут «Ля», и замолчал. Замер и от волнения в присутствии Абу Зур'а забыл слова. Затем Абу Хатим сказал, «Нам передал такой-то» и перечислил цепочку передатчиков, в которой число передатчиков было меньше, чем в той, что упомянул ибн Варра. Что посланник Аллаха, алейхи салату ас-салям, сказал, и в этот момент также забыл продолжение хадиса. Абу Зур'а подозвал их и сказал им, будучи в агонии, «Усадите меня». То есть, умирая, попросил усадить его. Он сказал, «Передано от такого-то и такого-то, что посланник Аллаха, алейхи салату ас-салям, сказал, тот, чьими последними словами будут слова «Ля, Иляха, Илля Аллах», и в этот момент душа покинула его тело. Пречисто Аллах. Если бы вы только прочитали его биографию… Поэтому я часто советую нашим братьям приобрести толкование книги биографии великих ученых и не скупиться, хоть ее цена и высока. В ней описана жизнь великих людей этой общины. Каждый раз, почувствовав упадок сил, окунитесь в биографию одного из этих выдающихся ученых. Посмотрите, как они жили, как изучали знания, как они собирали хадисы. Посмотрите, какой была их жизнь. Это на самом деле прекрасная книга. Биография великих ученых имама Аз-Захаби, да помилует его Аллах. Она обязательно должна быть в каждом доме. Представьте, Абу Зур'а был в агонии. Его душа покинула тело сразу после слов «Ля, Илях, Илля Аллах». В другой версии передается, что он произнес хадис полностью. Тот, чьими последними словами будут слова «Ля, Илях, Илля Аллах», войдет в рай. Я хочу сказать, что благословенные слова «Ля, Илях, Илля Аллах» это то, ради чего были посланы пророки и посланники. Для чего не спослались Писания, ради чего велись жестокие сражения, и земля заливалась кровью праведников. Это самые ценные слова в твоей жизни. Секрет твоего счастья в этой жизни и в следующей. заключается только в словах «Ля, Илях, Илля Аллах, Мухаммаду Расулю Аллах». Вся твоя жизнь должна быть подчинена этим словам. Если твоя жизнь до этого была полна слушания и грехов, очнись. Клянусь Всевышним Аллахом, это серьезное дело. И в нем нет места шуткам. Когда человек умирает, перед его глазами проносится вкратце вся его жизнь. В предсмертной агонии он видит ангелов, помогающих ангелу смерти, да благословит их Аллах, которые спускаются по поручению забрать его душу. И все. Как же ничтожна эта жизнь, какой бы длинной она ни была. Насколько же она презрена в глазах человека, который прощается со всем, что у него было при жизни. Решение заключается в двух словах. Слушаюсь и повинуюсь. Когда ты узнаешь аят из Корана или хадис Кудси, это тот, который произносит посланник Аллаха, алейхи салату ассалям, передавая слова самого Аллаха, в отличие от аятов Корана, и смыслы произношения которых исходят от Всевышнего Аллаха. Итак, если до тебя дошел аят из Корана, хадис Кудси или достоверный хадис от посланника Аллаха, алейхи салату ассалям, не говори, я не могу. Этим ты как будто бы говоришь, о мой Господь, не помогай мне, я не смогу. Если Аллах увидит, что в глубине души ты хочешь повиноваться Ему, Он либо поможет тебе, либо простит тебя. Абу Хурейр, да будет доволен им Аллах, сказал, они с легкостью произнесли эти слова и сказали, слушаемся и повинуемся. После чего Всевышний Аллах не спасал аят, Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. И таким образом, решающим во всем, Аллах сделал действие, а не мысли. Не то, о чем человек лишь подумывает. В предыдущем аяте говорилось о том, что даже за то, что пришло вам на ум, вы будете нести ответственность, пусть вы и не совершили этого. По причине того, что они с легкостью произнесли эти слова, Аллах не спасал следующий аят и сделал так, что расчет мы будем нести только за то, что мы действительно совершали. Это не единственная причина, по которой Аллах не спасал следующий аят и облегчил сподвижникам эту религию. Кааб ибн Малик – лишь один из сподвижников, с которым случилась подобная беда. Были сподвижники, с которыми также происходили подобные вещи. Причис же Аллах, как же они принимали испытания? Их души были готовы смириться со всем этим. Ведь от кого были эти испытания? От Всевышнего Аллаха. Каждый раз, когда ты радушно принимаешь волю твоего Господа, Он вознаграждает тебя, либо прощает тебя, если у тебя есть оправдание. Как Всевышний Аллах поступит с верующим в день суда? В тот день, когда люди будут собраны. Тот день, который увидят все творения. Сегодня у нас есть Ютуб, но до него мы могли сказать, «Докажите, что я сказал или сделал что-либо». А теперь все записано. Так же и день суда. Бухари и другие имамы передают от Ибн Умара, что посланник Аллаха, алейхиссалатуассалям, сказал, «Один из вас будет приближен к своему Господу так, что он покроет его, скрывая от творений». То есть, Аллах не станет отчитывать его при свидетелях. Ведь это опозорит человека. Человек на людях один, а у себя дома делает, что хочет. Он не хочет, чтобы кто-то его увидел. Бойтесь же Аллаха в каждом деле, которое вы делаете или оставляете. Посланник Аллаха, алейхиссалям, сказал, «Один из вас будет приближен к своему Господу так, что он покроет его, скрывая от творений, и скажет, «Сознаешься ли ты в таком-то грехе?» Человек ответит, «Да, о мой Господь». Всевышний Аллах скажет ему, «Я покрыл твои грехи в земной жизни, и я прощу их тебе сегодня». Всевышний Аллах скрыл его грехи в земной жизни и не допустил его позора, а в судный день он ему простит. Этот хадис называют хадисом тайной беседы, потому что этот разговор будет проходить между рабом и его Господом. И Аллах не даст другим узнать о его грехах. Аллах заставит своего раба признать все свои грехи, и когда он признает их, Аллах скажет, «Я скрыл твои грехи в земной жизни, и я прощу тебе их сегодня». Таким образом, Всевышний Аллах поступает с верующим в мирской жизни и в день суда. Те, кто лишен веры, должны понять, насколько велика их потеря. Они даже себе не представляют, насколько. Горечи полному чахлому рту, горькой покажется и вода питьевая. То есть тому, чей рот поражен болезнью, даже пресная вода будет казаться горькой. Мы потеряли очень многое после того, как оставили веру. Поэтому я призываю в первую очередь себя, затем наших братьев-студентов, а затем тех, кто слушает наш урок, крепко держаться за веру, пока мы все еще живы. Представьте, что вы пришли на похороны. Ваше положение лучше положения умершего человека, ибо он уже не в состоянии что-либо изменить. А как завершилась его жизнь, нам неизвестно. Но ведь вы все еще живы. У вас есть шанс исправить вашу жизнь. Осознайте, что однажды вы окажетесь на его месте. Вспомните басню про Насруддина. Его спросили, что лучше, идти перед похоронной процессией или позади нее? Вы же знаете, что люди идут кто спереди, а кто сзади. Он ответил, идите как хотите, главное, чтобы не на носилках. То есть, не важно, спереди вы или сзади, главное, что не вас хоронят. В завершении прошу прощения у Аллаха за нас всех. Канал «Голос истины». Работает для того, чтобы вы больше узнавали о своей религии. Оставляя комментарии и участвуя в обсуждениях, вы помогаете проекту в распространении и продвижении исламского контента, становясь участниками благого призыва. Подписывайтесь на канал, делитесь видеороликами, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И да вознаградит вас Всевышний за помощь в распространении ислама.